Посмотрим теперь на такую вот штуку. У нас, значит, вот этот случай. Стоит коробка на столе, но теперь мы к ней привязали нитку и подцепили ее к потолку. Нитка пока не натянута, но мы решаем, давайте-ка мы возьмем и уберем стол. Вдруг коробка находится в невесомости, силы реакции и опоры больше нет, и коробка начинает падать. Она падает до тех пор, пока не наступит вот такой случай. Когда наступил такой случай, наша сила гравитации опять уравновешена чем-то. Но она уравновешена новой силой. Она уравновешена силой натяжения нитки. Я ее напишу красненьким. Правильно было бы ее обозначить вот отсюда, от начала нитки. Я ее обозначу тоже с центра, потому что могу перенести силу в любое место. Эта сила будет по величине равна силе гравитации, ведь коробка теперь не двигается ни вверх, ни вниз. Но теперь это будет сила натяжения. Понятная идея, как работают вещи? Теперь силу гравитации уравновешивает сила натяжения. Когда вы тянете что-то, силу натяжения нитки тоже работает там. То есть вы тянете рукой нитку, а нитка тянет уже коробку.